НН-Радио. Гость в студии. Добрый день. Добрый день. Вот, знаете, название «Еврейская национально-культурная автономия». Всегда было интересно слово «автономия». Оно зачем? Вот в наименовании что оно означает в вашем случае? Оно в этом случае самое главное. Дело в том, что ровно 20 лет тому назад вышел федеральный закон об этническом объединении граждан по этническому признаку. Этот закон был подписан президентом Российской Федерации 17 июня 1996 года. Вот в соответствии с этим законом была создана такая организация, как Нижегородская региональная еврейская национально-культурная автономия. То есть, еще раз повторяю, объединение граждан по национальному признаку. Ну, может быть, кто не слышал, у нас в Нижнем Новгороде 22 национально-культурные автономии. Азербайджанцы, грузины. Вы в числе них. Расскажите о том, как живет еврейская национально-культурная автономия в Нижегородской области. Потому что, мне кажется, это богатая культура. Это интереснейший народ с своей богатой историей. Расскажите, интересно. Ну, во-первых, я хотел бы рассказать, как живет еврейская община Нижегородская, потому что мы одно целое. И наша Нижегородская еврейская община, во-первых, мы находимся в здании синагоги, которое вообще одно из древнейших в России. Это здание 132 года. Это здание очень красивое, недавно было восстановлено. Возглавляет нашу общину председатель нашей общины Чапрак Эдуард Михайлович, тоже очень известный в Нижнем Новгороде человек. Главный раввин общины это Шимон Бергман. Извините, я оговорилась, главный раввин Нижегородской области. Вот у нас помимо автономии есть благотворительный центр, есть школа, есть детский сад и жизнь очень активна. Ну, автономия у нас как бы своя ниша. Я уже говорил, что мы были созданы 10 лет тому назад. И автономия ставит своей целью развитие еврейской общественной жизни, сохранение развития еврейской культуры и традиций, содействие в сфере просвещения искусства и самобытности еврейского народа, укрепление мира между людьми разных национальностей. Глобальные задачи ставят. Конечно, глобальные, иначе как же. Ну, и мы тесно взаимодействуем и с властью. Вот сейчас мы стоим на пороге праздника Ханука. Вот, вы прямо с языка сняли у меня этот вопрос, потому что декабрь это Ханука у евреев всегда. Что это такое? Как празднует? Историю праздника? Рассказывайте. Пожалуйста, с удовольствием. Ханука – это традиционный еврейский праздник. Я бы сказала, что он не религиозный. Он так, 50-50, так скажем. И это праздник Ханука – это праздник зажигания свечей, которые зажигают через чудо, происшедшее при освящении храма. И это, опять же, праздник спасения еврейского народа. Вот тогда это было греко-сирийское владычество. Мне очень нравится, что в праздник Ханука зажигают 8 свечей. Каждый день другую свечу. Первый день одну, второй и так далее. И зажигание свечей – это как бы символ готовности приносить свет и мир сегодня больше в мир. Сегодня больше, чем вчера, завтра больше, чем сегодня и так далее. Еще мне нравится, что Ханука считается праздником женщин и детей. Дети помогли сохранить язык еврейского народа, а женщина вообще спасла достаточно, я бы сказал, как вожадно, без глави греческого военачальника, но спасла народ. Богатая история у праздника. Напоминаю, что в прямом эфире «ННРАДИО» мы беседуем с исполнительным директором Нижегородской региональной еврейской национально-культурной автономии Сусанной Тураевой. Сусанна Давидовна, вот как в Нижнем Новгороде празднуют праздник? Мы каждый год всегда, ну, как бы красиво празднуем этот праздник. Извините, получаю. В этом году, те, кто слушает, прошу запомнить, 24 декабря вечером в 18 часов на площади перед театром «Кукол» будет зажигаться Ханукия, вот этот восьмисвечник, девятисвечник. Я думаю, что многие обращали внимание на него. Да, да, это каждый год. Дальше. 25 декабря будет праздник ледовый. Простите, я не помню, во сколько это начало. Я думаю, что мы обязательно еще и об этом расскажем. А самое главное, 26 декабря в помещении театра «Комедии» будет проходить праздничный концерт. Это будет в 18.30. И что мне хочется отметить, вот, пожалуй, лет в течение, наверное, 10 лет, сколько автономия, всегда эти праздничные мероприятия проходят при информационной и гарантовой поддержке правительства Нижегородской области. Да. Это как-то еще раз подчеркивает, что мы в семье едины. Это важно. Сусанна Давидовна, у вас уникальная есть возможность поздравить всех евреев с Ханукой, во-первых, а наших слушателей еще и с наступающим Новым годом, потому что вот эти декабрьские дни, они уже жаркие, и на поздравления тем более. Пожалуйста, Санеж Городской области. А можно я сделаю три в одном? Давайте три в одном, пожалуйста. Во-первых, я, естественно, поздравляю всех, всю свою еврейскую общину и вообще граждан нижегородцев с этим светлым, очень добрым, очень хорошим праздником Ханука. Ну и желаю всем добра и света. Во-вторых, я энергетик по профессии. Очень хочу поздравить своих бывших коллег с Днем энергетика. Это для меня самый светлый праздник, сколько я себя помню. Ну и, естественно, с наступающим Новым годом. Пусть у нас в доме будет мир, пусть всегда будет тепло, уютно, вкусно. Вот. Спасибо. Очень теплое поздравление. И вас, в свою очередь, Сусанна Давидовна, поздравляем со всеми праздниками Днем энергетика, как выяснилось в нашей весенне, тем более. Исполнительный директор Нижегородской региональной еврейской национальной культурной автономии Сусанна Тураева была в гостях на ННРадио. На сайте ннрадио.инфо в будущем сможете найти запись нашего сегодняшнего разговора. Спасибо и ждем вас в будущих наших эфирах здесь.